Дело в том, что я прошу прощения, я знаю, конец дня, и дело в том, что я тоже не очень хорошо говорю по-русски, так что ошибки будут, но тем не менее, надеюсь, что мысл там есть. Так что, настроение и противо-настроение или контр-настроение в фильмах Ларза Ван Трира «Меланхолия» и Андрея Тарковского «Сольярис». Данный обзор представляет собой краткий отливок и сочинение Позьяшонова фильмом «Меланхолия и Сольярис», который я написал в соавторстве с Циэн Най, который, она профессор Стэнборда. Любовь Ларса Ван Трира к творческому Тарковского несомнена. Фильм «Антхрист», вышедший на экраны за год до появления фильма «Меланхолия», посвящен советскому кинорежиссеру Тарковскому. В творчестве двух кинорежиссеров можно просладить общие мотивы. В настоящем исследовании предприятия попытка просладить взаимосвязь двух кинометров. «Меланхолия» в Андрея и Сольярис Тарковского. Нам интересно поступить несколько общих взаимосвязей между двумя картинами. Совершенно очевидно, что оба кинофилма посвящены, описаны контактам человека с далекою и чужой планетой, которая в обоих фильмах становится причиной гибели Земли. «Меланхолия» открывается прологом, в котором рассказывается о гибели планеты Земли в результате столкновения с иной планетой. Дальнейшие события картины повествуют о том, как известие предстоящей гибели всей планеты повлияло на героев кинофилма. Сольярис, конечно, не представляет угрозу двумя Земли с точки зрения ее уничтожения. Главный герой кинофильма Крис Келвина отправляется на планету Сольярис, где в течение нескольких лет живут трое ученых, как известно. Крис также решает, наконец, перестать общаться со своим престарным папой и тетей. В каждом из кинофильмов контакт с далекой планетой влияет на эмоциональное состояние и настроение героев. Изображая контакт Земли с неизведанной планетой, Этих картинок рассматриваются взаимоотношения между миром и настроением. Под словом настроение мы имеем здесь в виду термин, предложенный Мартином Хайдегаром. По Хайдегару «штимон» или «настроение» термин, который также можно перевести как «сонастроенность», представляет собой общую среду и средство, в котором происходят такие процессы, как восприятие, размышления и поступки. Именно через посредство настроения мы познаем весь мир как целое. И только благодаря настроениям мы можем направлять свое действие на что-либо. Настроение, в котором мы пребиваем, трансформирует мир, в котором мы находимся в моменте здесь и сейчас. Поэтому настроение, это у Хайдегара, в момент здесь и сейчас является более объективным по сравнению с общим эмоциональным состоянием человека. По Хайдегару настроение не является психологической категорией. Это не то, что находится внутри нас. Настроение проистыкает из бития там вместе с другими. Что фундаментално рассматривается как... Сейчас. Настроение проистыкает из бития в мире. Что фундаментално рассматривается как бития там вместе с другими. Но все же можно отметить, что настроение это то, как мы ощущаем себя с другими людьми. Поскольку настроение является основным способом бытия в мире с другими, мы всегда находимся в том или ином настроении. Однако настроение трансформируется и изменяется. И все же философ признает, что единственный способ, который можно помочь научиться управлять настроением, это противо-настроение. Counter-mood. The counter-mood. или counter-настроение. Настроение в обоих фильмах можно интерпретировать как меланколичное. При этом в каждой из карты дана своя интерпретация меланколия. Здесь есть много сказать, но я просто мало говорю об этом. В солярусе, например, тема меланколия связана с темой потери, утраты потерянных вещей, главным образом родительских предметов и интернализацией потерянных предметов в большей или меньшей степени соответствующей модернистской теории Фрейда. В фильме «Меланколия» наоборот, он как бы отказал от этого концепции меланколия, и фильм занимается отношением между меланколией и космосом, и меланколией и гениалностью. Гениалностью. Простите. В фильме «Меланколия» подобное понимание собирается, а всё внимание концентрируется на взаимоотношении между меланколией и эстетическим переживанием. Рассмотрено это отношение и всего комплекса предметов, находящихся в зоне нашего непосредственного внимания. Возможно, наиболее ярко проявляется в сценах в каждом фильме, в которых восприятие картины Питера Брейгала, «Охотники на снегу», становится ключевым настроением. В меланколии, если вы помните, картина Питера Брейгала появляется в тени, когда Жустина впадает в депрессивное состояние во время церемонии бракосочетаний в первой части Лемпы. Она только что подралась с Клэр, которая обвинила её в положении относительно своего счастливого отношения к свадьбе. Когда Клэр уходит, Жустина немного плачет, затем внезапно начинает углодиваться в окружающую её обстановку и видит несколько открытых книг, в которых представлены репродукцией русского художника-супрементиста Казмира Малевича. Губы Жустина дрожат от возмущения картины Малевича. И вот эта картина, и вот эта. Это уже слишком для Жустина. Героиня смахивает албом Малевича с полок и заменяет их другим изображением. Главным среди них является картина Питера Бреглия «Охотникам на снегу». Сейчас я... Вот она. Что фильм говорит о взаимоотношениях между меланхолией и эстетикой здесь? Важно, конечно, отметить, что здесь речь идёт именно о Малевите, но нет времени здесь и сейчас подробно об этом говорить. Но вместо утопического чувства, связанного с супрематизмом Малевича, Жустина хочется видеть грустных и страдающих людей. Кажется, ей хочется понять, что другие люди чувствуют то же самое, что и она. На картине Бреглия изображена суровая зима. И по мнению многих критиков, основное внимание картины сосредоточено на группе охотников в тощих собак и тощих собак возвращающихся домой. «Домой» «С паникшими головами, усталыми, холодными и удручёнными». Несмотря на то, что они возвращаются домой, она выглядит отчуждённой от разнообразной жизни города, его домов и церкви, играющих детей, семьи, животных, деревьев, будучи отдальонами от окружающего мира. И охотники, и собаки разделяют общий опыт, групповый от чуждоностей. Это общий неудачий, я бы хотел сказать. Брегл в своей картине приглашает нас тоже быть с героем и чувствовать вместе с ними. Обращаясь к этой картине, Жускина, возможно, тем самым пытается представить перед собой группу страдающих луей и найти что-то общее в их чувствах, понять, что эти чувства раздавляют и другие окружающие, даже через всю историю, и таким образом изменить своё настроение. Дело в том, что когда я первый раз увидел эту картину, я подумал, что Жускина и Ван Трер, возможно, хотят пробудить интерес к модернистским эстетическим проектам Шарлия Бодлера, Волтера Беннимина, или даже Андрея Платонова, по крайней мере, Андрея Платонова в Чернгуре, где меланхолия является основой взаимосвязи с другими людьми и теоретически спасительным историческим повествованием. «Меланхолики всего мира, соединяйтесь!» Вот такая... такой мысль я понял в этом моменте. Но! Затем становится понятным, что этой картины не поднимают настроение Жускина, они связывают её с другими или прошлыми. Напротив, этот момент напряжённого эстетического самосуда становится началом гнетушевого, саморазрушающего умонастроения. По словам Вандрира, она нетерпением ожидает всеобщего крушения и внезапной смерти. Она хочет передать своё настроение каждому. И, подобно охотникам с картины, передать плохую весть всему миру. Мир ужасен, мы все в нём неудачники, каждый из нас должен чувствовать униние и подаванность. Но по вине наивной глупости люди не знают об этом. И Жустина хочет донести до них эту непреклонную истину. И лишь позже, находясь в состоянии полнейшей угнетённости, не имея возможности даже пошевелиться и не ощущая вкуса любимого прежде мясного рулета, напоминающего теперь по вкусу лишь горстку пепла. Жустина осознаёт, что весь мир обречён и, совсем неожиданно, её настроение поднимается. Теперь мир для неё стал полон новых красок и впечатлений. Медвидом, как она просыпается, собирает ягоды, слушает щебет птиц, поэтому здесь меланхолия и след простыл. Жустина снова улыбается этому миру, и улыбка эта искрена. Этот обед меланхолий, спустившийся на землю, приводит к пельмене настроение в противоположную сторону, которое касается теперь нового взаимоотношения между плохим настроением Жустины и головой планеты, между состоянием депрессии, которое делает её мир бессмысленным существованием и огромным объектом, который приближается всё ближе к целому разрушению мира. Меланхолия планеты доводят состояние тёмности, Жустины по мировому уровню. И становится очень видным, что во всем этом есть что-то гносиологически правильное. Правильное. То есть это как её связь с казмусом. Её меланхолия — это не только её, это меланхолия даже казмуса. вот. Вот. Вот, вот, вот. Хорошо, хорошо. Другой способ. А поговорить ещё? Да, 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 да. Дело в том, что есть ещё две страницы. Я прошу прощения, но не знаю, что делать. Общее отношение фильма к теме меланхолия можно просладить на уровне использования музыки в эпизоде. Ну, может быть, этого не надо, да. Ну, я просто хотел сказать, что люди отметят, что меланхолия не особо меланхоличный фильм. По крайней мере, с точки зрения тёмности. Фильм-катастрофа Триера структурирования под эгидой так называемый «чувств ожидания» это термин инстаблоха таких, как страх, тревога, волнение. Одна из положительных сторон фильмов заключается в том, что наши чувства управляются и контролируются из какого-то влиятельного центра. на пересечении расчёта и очарования, что Даниэл Тиффни определяет как сентиментальное, в каждый момент наши чувства соответствуют тем, что мы и должны ощущать. И, как известно, музыка является очень эффективным средством оказания воздействия на чувства взрывы. Поэтому, возвращаясь к меланхоличным аккордам Вагнера, сейчас сейчас ну все, я просто чуть-чуть подолже двигаю. Сейчас завершить наш разговор о кинофиломе меланхолия состоящим из всевозможных соответствий и несоветствий. Все это определенные выступают в качестве важного пункта понимания противоположных художественных взглядов отраженных фильмов Тарковского, которые, несомненно, оставляют для своего зрителя вопросы и побуждают к размышлениям. Можно вспомнить эпизод из фильма Соларис. Когда вести плывут по реке. Эти эпизоды имеют свои цели не столько произвести определенные впечатления, ощущения, сколько позволит зрителю расслабиться и погрузиться в иную реальность, настроить себя на определенное настроение, или, возможно, настроение, которое пытается создать Тарковский, внутри которых мы сможем почувствовать и другие самые неожиданные ощущения. Изменения в настрое, представленные в фильмах Тарковского на уровне эстетического опыта также находят отражение в фильмах. Особенно это ярко проявляется в эпизоде, когда Харри и изучают картину Брейгл охотника на снег в библиотеке космической станции. Вы помните, что Харри была одна в старинной библиотеке. Крис возвращается и видит, как она продолжает внимательно изучать полотна Брейгл камера показывает каждую деталь или разные детали, картины, листья и ветви дерева и на переднем плане деревья собаки мост, телега с травами дома с этим опять группа охотников. Прием использования субъективной камере позволяет зрителям увидеть, как Харри смотрит на охотников и одновременно понят, что видит охотники земляной холодной дом, из которого они ушли и куда возвращаются обратно. Этот мир, куда они возвращаются кажется им чужим, либо создается впечатление, что они видят его впервые. Такое ощущение возникает благодаря тому, что расстояние и труд отделили их от своего мира, которому они принадлежали изначально. Акцент на таких деталах, как черные битвы, деревьев, ворон, замерз, замерзший пруд, собака, и, наконец, оранжевые одежда одного из охотников, все это вид Харри. Внезапно эта картина прорывается. Перед нами появляется эпизод, как вы знаете, из детства главного героя Криса, когда он в оранжевой шлапе и шорток стоит на холме и смотрит вдало. Изучая эту картину, Харри вовлекается ситуацией его строенность в мир. То есть Келвена земной мир с животными, мостами, башнями и также другими людьми. Чтобы подчеркнуть значительность этого события, мы переходили и рассмотрению Криса и Харри в библиотеке, который начинает плыть в космосе, держат друг друга в течение 30 секунд пребывания в состоянии... Ваши преимущества. Давайте мы зададим Вам вопросы. Хорошо. Давай. Спасибо. Прошу прощения. У меня альтернативное предложение. Я думаю, что надо дать Джонатану возможность высказать свой тезис. Два предложения. и, может быть, Лиана может просто переходить. Я просто хотел сказать две вещи. By studying this painting, it appears that Харри has become attuned to Chris's situatedness in a world. Изучая это произведение, Харри настраивается на факт того, что сам Chris определенным образом вписан в мир. This attunement to Chris's situatedness, to the necessity of being within a mood and a world, to the essential withness of human being, allows her to feel and experience Chris's memories for the first time. Вот этот настрой на саму ситуацию, на вписанность в мир Chris's, на необходимость испытывать определенное настроение и быть вписанным в мир, ощущать свою существенную связь с другими, все это позволяет ей прочувствовать и пережить воспоминания Chris's как будто в первый раз. Thus, in contrast to melancholia, where Justine's experience of Bruegel's painting is dysphoric and her sense of melancholic correlation with the planet, melancholia, joyful and antidepressive, in contrast to melancholia, unhappy. Итак, если сравнить эти два фильма и подвести короткий итог, в отличие от меланхолии, где восприятие Justine произведения Брейгеля является достаточно печальным, ее ощущение связи, меланхолической связи с планетой меланхолии напротив радостным и способствующим борьбе с депрессией, в Солерисе Брейгель это механизм для создания новой связи, я бы сказал, океаном и Крис Келлин. Так вот, в противоположность тому, что мы только что услышали, в фильме Солярис картина Брейгеля оказывается механизмом, позволяющим создать новую связь, призрачную связь между океаном и Крисом Кельвином. – Все, спасибо. – АПЛОДИСМЕНТЫ – Давайте вопросы, вопросы, вопросы – Вопросы, кто очень много, прошу – Я бы хотел ражить Джональдсову, за то, что он говорил по-русски, за то, что он таким образом показал уважение к нам всем, русскоговорящим, спасибо большое, Джональдсон. Я еще не задала вопрос, простите, пожалуйста. Я думаю, что несложно его подвязать и с вашим. Вы говорили о главном модусе модерна, о модусе переживания утраты, и вот у Тарковского эта картина Брегеля появляется тогда, когда перед тем, как сам Крис говорит о том, что словами Лемма в том числе, что теперь, когда я утратил Землю, я могу отнестись к человечеству как к объекту, который я смогу любить. Находясь на Земле, я не могу любить человечество. Вот, может быть, эта картина, это некая такая фотограмма того, что потеряно, фотограмма утраты, да? И вы, опять же, говорили о Жустин, она начинает любить жизнь, радоваться ей тогда, когда она ее основеет как уже утраченную. Может быть, есть какая-то такая связь между вот этими двумя эпизодами? Это мне такая очень простая и логическая, но она, опять же, вот вашу такую, как бы, теорию аффекта модернистского, мне кажется, очень уважается. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Нет, я совсем, в принципе, согласен с вашей версией, что в Саларусе меланхолия – это как бы механизм связат, attunement. Но не только для Криса Келвина, но для Океана. Вот интересно, что Океан, как бы, это не вопрос, что... Это значит, что Океан понял Крис, ну, как бы, in Heideggerian terms, became attuned to Крис by way of an experience of his loss, right? Precisely as you were saying, through this experience of loss, this image of loss, but a loss that's not the loss of an object, but the loss of an entire world in which objects occur, right? So it's that loss of world-ness as such that I think is crucial there. Ну, всё понятно. Простой вопрос. Какова роль визуального наслаждения и удовольствия в нашем восприятии из этих фильмов и в фокусе персонажей из этих фильмов? Вот роллы. Я по-английски не умею, если. Простой вопрос. On cycle of the following in Melancholia I mean this is something that I think is very different from Soleares, as I was saying we feel our emotions directed at every moment right, in a Von Trier movie there's never a moment where you think what am I supposed to be feeling right, it's more that it's the keino fist it's like, this is you know your sort of directed from one feeling to the next And I think that has a lot to do with the pleasure of seeing the film And I think this is the pleasure of the Wagner You're listening to this beautiful melancholic music And it corresponds exactly to the images that we see So that would be one There's a form of visual pleasure there That corresponds to kitsch Or the sentimental And I think von Trier himself was very clear about that in interviews The other thing is that beauty, of course, plays this crucial role In melancholia And I think it's really a romantic beauty A compensatory beauty That only the melancholic can appreciate As a kind of compensation For the lameness of the horribleness of the world Whereas in Solaris, I think it's a completely different I think visual pleasure works completely differently Tarkovsky invites us Not to have a specific affect But he invites us into an entire mood He invites us into an entire world Rather than a specific feeling Onto which then we can transfer our own specific feelings Into this world that has been created So we're not directed in this specific way And so I think it's actually a completely different kind of visual pleasure One that actually corresponds also to the pleasure That he The kind of visual pleasure That he When we can talk about this further later That he narrates in the film I just disagree that this is a melancholic picture So long No, no With the Google Ah, okay So I think I follow you I think I follow your argument Yeah, yeah, yeah Sorry Go ahead, ask I'll restate it I think this picture fits Much, much better In Tarkovsky Than in Von Trier Because Von Trier Does not understand What this image is doing This is Bruegel's comment On the Weltlandschaft The world landscape And the whole point about the world landscape Is that you can only As it were Virtually Have it At a distance It invites you in But you can't get it It is Dasein Precisely As you were saying In Heidegger Now That fits Into the scenario Of Slowers And I think it's also important That Tarkovsky uses As it were It's the image Of the image It's deliberately A reproduction Not a very good one At that Goes into this thing So You float around This 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 image Of an image Which you can never Get into Like memory Like the lost World Of childhood Whereas If you want to It's just a mistake To see it It's melancholic Because the hunters Stand On the brink They view They have this View And we can In a sense Piggyback on Their view Of it But they are In it And we are not Yeah I mean I don't think I said That it's a melancholic They see their faces Sure but it's their world You know It's not our world The faces are very important In an image In a print If we see the face It's one message If we see the back It is another message And it is a death Of exhausted man After very serious day Of working Or maybe even of suffering Or maybe even of sorrow By the other hand It is a kind of picture With very many terrible lands Going into the death So it is very deep It's like speaking about history It is winter It is a cold picture There are some people Playing there Maybe they are joy But on the first plan There are people Who can't Cherish They can't Be glad Of their joy So it's a distance Separating them It's a picture About history It's a picture About history Where nothing good happens How you can tell Like that I feel like 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 Also, I have a clue I do for a moment Dело в том, что Я просто хотел Снова Пероидически Возразить Про этого главного Техника Доклада Дело в том, что На мой взгляд Ну, я имею ввиду Что Докладчик Он Как бы Понятия меланхолия Объединил фильм Хлера И фильм Тарковского На мой взгляд К фильмам Тарковского И к ощущениям Героям Тарковского Слово меланхолия Пероище Неприемлемо Если понять Его в виду, что Триер отсылает нас к Тарковскому, он по контрасту отсылает. Это то, что я хотел сказать. Надо сравнивать с жертвоприношением. Когда человек в ситуации полной катастрофы, миланхолия – это тревога, понятие тревоги, то есть деятельное чувство, которое требует разрешения любой ценой. А миланхолия – это как бы осуждение современного человечества у Триера, которое принимает все как есть и ничего делать не хочет и уже давно не может. Поэтому миланхолия, она противостоит тревоге Георгия Тарковского, который даже в ситуации абсолютного катастрофы всегда ищут выход. Но в человеке всегда есть что-то, что можно поджечь. Не поджечь, но раскрыть. Иногда абсолютно позитивно. Okay, so I'm going to say two things in response to try to clarify. Okay, so one, I am not proposing my reading of Bruegel. What am I interested in here? I'm interested in the function of this painting in the two films. I think it's not arguable that in each film, the viewing of this painting inaugurates a crucial change in mood. Change in mood in the Heideggerian sense. Right? Justine, this is the moment when she falls into depression after she switches the paintings. And in Solaris, if possible, it's even more momentous. It's the moment when there's an attunement between the ocean and Kelvin by way of Kari, right? I think there's a whole argument there to be made about the similarity between that situation and the situation of psychoanalysis as Freud pursues it through the theory of transference, the repetition of ghosts from the past, and it's only by sort of attending to these ghosts that reappear and the affects that come with them that we can even have affects to begin with. Anyway, so that's the first thing. I'm trying to figure out what's the function of this painting in these two moments. So I don't think that the painting... I am not arguing or I do not seek to be arguing that the painting itself is melancholic. However, I do think that in each film the fact that the hunters are hungry, they have no food, they're returning from hunting... It's a failed trip to hunt. And if I'm not mistaken, it's set in what was the sort of series of like the coldest years in like 500 years in Europe, right? So it was a well-known time of like starvation. So I think that that's happening here. My argument is that in melancholia, at first one thinks that Justine is trying to sort of produce a general or sort of come to some sort of collective... You know, she wants to share her feeling with other people, right? Because alongside the briegel, there's like 10 other paintings of suffering or sad people. So I agree that maybe Von Trier doesn't... I don't think he understands Mulevich either. But in Solaris... Well, anyway, time is up. We can talk. We can talk later about it. Yeah, okay. Sorry. My friends, I'm very glad, that at the end of the day our discussion has acquired the power of the parliament and debates. I think that every great film is launching a lot of understanding. I personally, looking at this picture, I came to the conclusion, that these players who are playing in hockey, I wanted to go through and they're used by bringing the cavalry and taking the others and so they're going to them as a chance at the podcast in fatto things but he does that So I think Thank you very much.